История, которую я вам сегодня расскажу, реальная. Она за несколько месяцев покорила сердца миллионов людей, а также заставила задуматься о том, что в нашей жизни поддержка может прийти даже оттуда, откуда ты ее даже не ждешь. Эту историю рассказала одна из медсестер, работающая в городской больнице. Однажды к ним в больницу привезли мужчину с сердечным приступом. Скорую мужчине вызвала соседка, которая пришла к нему за солью и заметила, что мужчина хватается за сердце. Персонал больницы сработал оперативно, так что мужчину удалось спасти. Первое время пожилой пациент провел в реанимации из-за преклонного возраста и, как следствие, возможного рецидива. Но никто из работников мед. Персонала даже представить не мог, какие странные вещи скоро начнут происходить в палате, где лежал пожилой пациент. Однажды Анастасия, медсестра городской больницы, заметила голубя, который продолжительное время сидел на карнизе окна той самой палаты. Сначала, конечно же, никто такому событию значения не придал, но на следующий день история повторилась. Пернатый все так же сидел возле окна и смотрел на мужчину в палате. Шло время, голубь каждый день прилетал на карниз, а больной постепенно выздоравливал. Когда пожилого мужчину перевели в другую палату, голубь тоже поменял свое местоположение. Теперь он прилетал каждый день посидеть и все так же поглазеть на мужчину только уже через другое окно. Странно, не правда ли, но это было только начало. Неожиданно, в один из дней, голубь начал судорожно стучаться в окно. Дело было летом, поэтому медперсонал периодически открывал окна на проветривание. Тогда голубь куда-то делся, но буквально через 15 минут залетел в палату и сел на того самого пожилого пациента. Медсестра сразу же прогнала птицу, но окна все равно закрыть никто не мог, и вот, на следующий день, голубь снова влетел в окно и снова стал ходить по пациенту. Медсестра снова прогнала его, но на следующий день решила проследить за голубем. Мужчина не спал в тот момент, когда голубь сел на него. Вместо того, чтобы прогонять птицу, дедушка что-то бормотал себе под нос и поглаживал голубя. Через некоторое время мужчину стали отпускать на улицу погулять. Медсестра наблюдала за больным в окно. Когда мужчина в первый раз вышел на улицу, то его тут же окружили голуби. Так он сохранял кусочки хлеба с обеда и кормил пернатых друзей ежедневно. Медсестра была поражена такой любовью птиц к своему больному, но все никак не осмеливалась разузнать, отчего голуби так быстро слетаются к нему. Также женщину интересовал вопрос, почему за все время лечения к мужчину никто даже не навестил. Набравшись смелости, она подошла к пациенту. Оказалось, что у мужчины есть двое детей, но за все время лечения мужчина ни с кем не разговаривал. Также было заметно, что настроение у пациента было поникшее. Сначала дедушка старался скрывать информацию о своей жизни, но через некоторое время мужчина признался, что пару лет назад похоронил свою жену, а дети уже давно обзавелись собственными семьями и даже не проведывают отца. Скорее всего дети даже и не знали, что их отец в больнице. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.